Кредитные метаморфозы. Сегодня мы расскажем о том, как обманывают пенсионеров и как менеджеры навязывают кредиты на ненужную вещь и меняют улыбку на угрозы и оскорбления. Весь этот процесс превращения у нас зафиксирован на видео и аудио. Речь об одеялах из искусственного меха, которые доверчивым людям продают за десятки тысяч рублей. Людей, обещая подарки, заманивают на бесплатные презентации. В воскресенье мы с подругой гуляли в парке, к нам подошел молодой человек и предложил вот такие пригласительные билеты. Придите, послушайте и вам дадут тапочки. Ничего, ни к чему не обязывают, покупать не надо, вы приходите. У нас так интересно, послушайте, чайку попьете, у нас такая обстановка хорошая. Вот, чайку, и вам чайку. Я думала, я быстро туда и обратно. Ну все, девочки, я ваша. Меня зовут Лена. Сегодня актрису буду для вас я. Отдыхайте, слушайте, мои хорошие. Она говорит, ну чего, решили, что будете брать. У нас сегодня скидки большие. Отдельно всегда все дороже. Отдельно одеялко, оно 38 тысяч. Отдельно на матрасе 38 тысяч. Отдельно подушкой 24 500. Когда вы оптом берете, во-первых, вы же зимой не выходите в одних сапогах, девочки, вы одеваете шапку, вы одеваете. Смысл брать одну подушку, если все остальное так же работать не будет. Я говорю, у меня денег нет, я говорю, у меня вот только. А мы сейчас кредит оформим. Вроде, я говорю, кредит, а какой? Беспроцентный, не беспокойтесь, он без процентов. Сами прекрасно понимаете, 63 500 вытащить из дома это невозможно. А по 1700 и через месяц, это реально, это 56 рублей в день. Я, значит, говорю, я не могу понять, как он без процентов кредит. Вы мне объясните. Ну, мы платим, нам это выгодно вроде заплатить, за вас кредит. Ну, все, я согласилась, раз без процентов. В графике платежей указано, что в первый месяц идет только 8 копеек погашения основного долга. И 2 с лишним тысячи, это погашение процентов. Далее 190 рублей погашение долга и 1839 это погашение процентов. То есть, в первые полгода мы гасим только процентов. Документы юридически составлены все правильно. То есть, по документам я, мама, действительно купила одеяло из искусственного меха. То есть, по документам никакого вранья нету. То есть, вранье только на словах. Не читала ничего. Совершенно. Ну, вот знаете, вот ничего. Настолько было все доверие, настолько девочки хорошие, что как-то мне и в голову не пришло ничего, что надо проверить. Я думаю, что чистая вода – обман. Обман именно пенсионеров. Если забить в интернете адрес, по которому мама купила это одеяло, то нету ни одной надписи про то, что они там существуют, про то, что они там находятся. То есть, у них нет никакой рекламы. И, скорее всего, это какие-то заезжие кастролюры, которые постоянно перемещаются по разным офисам. У них нет никаких вывесок снаружи. Ничего. Просто кабинет с железной дверью, с надписью «Соренто». Все. Обманутая пенсионерка сначала сама пыталась вырваться из этой кредитной кабалы и просила принять белье назад и расторгнуть кредитный договор. Но в этом ей отказали. Меня, говорят, ругали. Это все вернуть в течение месяца. Никак нельзя вернуться? Нет. Это же только на обмен. Можно больше или поменьше. Только поменять комплектацию. А вот когда несчастные покупатели вернулись в этот офис вместе с журналистами, сотрудники сразу стали более сговорчивыми. В течение 10 рабочих дней мы даем ответ. В течение 10 дней по 25 статье. Ну, может быть, отрицательно, может быть, положительно решено. А в связи с чем оно может быть отрицательное? Просто решение не я принимаю, решение принимает основатель этой компании. Но эта напускная приветливость слетела, как только пенсионерка осталась одна. Ей стали звонить из офиса данной компании, шантажировать, угрожать и оскорблять. Вы зачем брали товар, что пригласили? Я болею, мне вот это сообщают. Вот это зачем вы сделали, я не поняла. Идиотка! Просто извините за выражение. Если ролик выходит в свет, то мы подаем обратный иск. И мы его выигрываем. Если ролик не выходит, завтра приносите весь товар, вам сделают возврат. Нам вот это вот дерьма, к сожалению, из-за того, что вы чего-то напридумывали в своей головке, и ваш сынок. Я вообще таких людей не понимаю. Ролика, чтобы не было. Вот такие угрозы и оскорбления следуют за улыбками и артистичными презентациями. Как сообщили нам в Роспотребнадзоре, к ним уже поступило несколько десятков жалоб от людей, пострадавших от подобных организаций. Товар отказывались принимать, и, соответственно, они, конечно, не могли вернуть денежные средства. В основном это дорогостоящие изделия, и они многие были куплены на кредитные средства. Потребителям хотелось сказать, чтобы они все-таки были достаточно осторожны, когда их приглашают на всевозможные презентации товаров. За этими действиями иногда скрывается то, что потом будет навязана какая-то ненужная нам товар, ненужная услуга, от которой очень сложно отказаться. Кстати, как сообщили нам в Роспотребнадзоре, в подобных случаях людей не только вводят в заблуждение с ценами, но еще и реализуемый товар не соответствует необходимым техническим условиям. За это накладываются штрафы, но, видимо, они не перекрывают ту прибыль, которую получают пронырливые организации с доверчивых пенсионеров. Продолжение следует...